Российский диктатор Владимир Путин предложил лишать приобретенное российское гражданство за дискредитацию армии Российской Федерации. Давайте подробнее об этом и не только поговорим с Тимуром Олевским, шеф-редактором Ньюзрумы издания The Insider. Тимур, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Тимур, что это за лишение приобретенного гражданства, за фейки, за дискриминацию Российской Федерации? Вообще к чему это? Что это за очередное показательное выступление, по вашему мнению? Смотрите, сама процедура лишения гражданства за что-то в России давно отработана. И, к сожалению, многие люди с ней столкнулись, в том числе люди, которые выступали в оппозиции режима каким-то образом, или просто люди, которых каким-то причинам очень хотели получить на свою территорию страны исхода, ну там, например, из Центральной Азии люди, которые получали гражданство, либо просто те, кто достаточно тихо и кому-то чем-то не понравился. Российское приобретенное гражданство, оно тем и интересно для России, и тем неинтересно для тех, кто его приобрел, что оно вот так вот отменяется. Потому что, что делало МВД многие годы по тем случаям, которые нам известны публично, они просто говорили, а вы знаете, вот вы 10 лет назад получили гражданство, вы тут сейчас проверили вашу анкету, вы неправильно номер дома указали на улице, или запятую не там поставили, или вообще ничего не объясняли, просто вы проверили ваши данные, в них была обнаружена фактическая ошибка, так вот, вы были на самом деле лишены права на получение гражданства, ну и вот сейчас, 10 лет спустя, мы у вас его постфактум отнимаем. И под таким домокловым мечом находятся все люди, которые получают какую-либо... Когда-либо получили российское гражданство, не родились в России, и у них есть еще хоть какое-то... А в последнее время были случаи, когда людей лишали гражданства, даже если у них никакого другого гражданства нет. Просто лишали и отправляли... Вот один из случаев был совсем недавно, когда человека лишили гражданства, он говорил, так у меня нет никакого другого, я уже отказался от своего. Его отправили в третью страну, и со словами, что нам все равно. Но что это дает? Вот сейчас представьте себе, какое количество людей получило гражданство, просто потому что Путин набирал, не знаю, например, приезжих рабочих из Центральной Азии и отправлял на войну. Обещая им всем упрощенную процедуру получения гражданства за один год. Ну, значит, год служишь, если выжил, то ты получаешь гражданство Российской Федерации, а не стоишь в бесконечных очередях, сдаешь анализы на все, и потом платишь бешеные взятки, и все равно гражданство не получаешь. Вот. Эти все тысячи людей, которые получили гражданство наспех, чтобы подписать контракт и отправиться на войну, кто-то из них вернется. И я думаю, люди, которые вернутся сейчас с фронта, будут так дискредитировать российскую армию, что мало не покажется. Я думаю, что некоторые из них с оружием в руках ее пойдут дискредитировать. в России. Поэтому сделать это гражданство сразу дубинкой, и очень легко при условии, что кто-то что-то будет рассказывать про то, как было плохо на войне, просто рассказывать о том, что там было. Лишая гражданства этим, пугать, соответственно. То есть ты там его долго ждал. Ну и тут вопрос в том, и вот сейчас, если ты возвращаешься и что-то говоришь, тут ведь вопрос какой. Теоретически заткнуть этим людям, которые вернутся в рот, угрозой лишения гражданства будет можно, если они ради него получали его. Но, скорее всего, может так получиться, что и нельзя. Потому что Россия стремительно стремится всей своей большой экономической массой и приближается к тем странам, из которых эти люди уезжали в поисках лучшей жизни. Вполне возможно, что через некоторое время им не будет так страшно уж дискредитировать российскую армию и получить назад то гражданство, в котором они состояли. Но они его и не лишаются, собственно, второе. Просто Россия может запретить автоматически для этих людей въезд, и они там уедут в Таджикистан или в Узбекистан и окажутся в ситуации, когда у них просто нет работы. Ну, там ее нет. Возможно, такие люди, на самом деле, довольно скоро найдут другие способы зарабатывать на жизнь в другие страны. И тогда Россия все равно остается в этом смысле в выигрыше, потому что для нее же проблема в том, чтобы эти люди, вернувшиеся с фронта, не говорили. Они либо будут молчать, боясь, что у них отберут паспорта, либо их можно будет лишить гражданства и выиграть. Любой из этих вариантов, мне кажется, сейчас Россия устраивает, но не любой. То, что тут есть один нюанс. В России очень мало рабочей силы, и она уменьшается стремительно, а война ее уменьшила еще стремительней благодаря Путину, просто прям уничтожила рабочие силы, которых отправили на войну. И Россия целенаправленно набирала людей к себе в гражданство из тех стран, с которых можно было это сделать, которые были приемлемы для Путина и для его окружения, потому что в России нужны рабочие руки. Просто так сейчас разбрасываться людьми можно, только учитывая, что в некоторых странах высокая рождаемость, и их заменят другие, которые ничего про дискредитацию российской армии говорить не будут, потому что недавно родились, выросли, и вот им исполнилось 18 лет. Тимур, для того, чтобы об этом думать, в России должны править государственники, понимаете, которые думают о развитии страны на десятилетия вперед, а не те, которые сейчас живут одним днем и молятся только о том, чтобы следующий день подарил им какой-то такой подарок, который позволит им победить в войне с Украиной. В виде разбитой ТЭЦ. Да, в виде разбитой ТЭЦ. Поэтому надеяться на это мы не можем, на здравый смысл кремлевских старцев этих. Тимур, но ведь действия российской армии, саму войну критикуют в России и за ее пределами не только люди с приобретенным российским гражданством. Как будут затыкать рты людям с гражданством по праву рождения? Ну, по-разному. Людям по праву рождения рты заткнули и так, несколькими репрессивными законами, которые там обещают им тюрьму, сразу практически за все. Они появились в начале войны, и потом только по нарастающей увеличивалось. И сроки увеличивались, и, собственно, за что, и как можно посадить человека в тюрьму. Там сейчас список этих законов очень большой. По практике, которую мы сейчас видим, людей сажают в тюрьму за... Внимание. Голосовые сообщения в чате, в Телеграме. О чем-то. За исполнение украинских песен у себя дома. Прослушивание. Не исполнение, а прослушивание. За донос близких людей о том, что читал чаты, телеграммы, каналов украинских, паблики всякие, которые сообщают новости о том, что происходит на фронте. За просто ни за что. То есть любой повод сказать, что человек каким-то образом симпатизирует, просто даже задумывается или, не дай бог, связан с Украиной, может быть просто достаточным основанием для того, чтобы против человека возбудили уголовное дело. Не говоря уж про то, что если кто-то расскажет, что человек высказывал осторожное сомнение о целях специальной военной операции. Что мы там делаем? Это в принципе уже достаточно для того, чтобы сесть в тюрьму. Если раньше и в какой-то момент показалось, что люди настолько могут оказаться разочарованы, злые, что они не испугаются тюрьмы, то для этого им показали казнь с кувалдой. И объяснили, что в тюрьме может случиться и такое. Поэтому людям, которые... Ну вот про казнь с кувалдой вам объяснять не надо. До этого ЧВКшника им не нужно. Поэтому способов заткнуть рты много. Для тех, кто получил паспорт по праву рождения, можно пугать тюрьмой. Для тех, кто получил паспорт сейчас на войне, можно пугать тюрьмой. А можно просто отобрать паспорт и отправить в Домодедово или на автобус на границе Российской Федерации. Но есть нюансы. Нюансы заключаются в том, что в России, например, странным образом погибают военкомы, отправляющие людей на войну. И может так оказаться, что вот все эти запугивания, они как бы понятны, для чего Кремль их делает, но кажется, они уже не срабатывают. Во Владивостоке вчера военком по фамилии, кажется, Бойко, если я не ошибаюсь, зашел в свой кабинет и покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя пять раз. И как говорят в Украине, яке без глузды самогубства? А до этого, до этого, совсем недавно в Приморье очень недалеко, буквально там, в нескольких десятках километрах от того места, где покончил с собой, выстрелив в себя пять раз, военком Бойко, другой военком тоже зашел и тоже расстрелял себя просто, изрешетил, покончив с собой в своем кабинете. С первого раза, видимо, пуля его не взяла, поэтому он стрелял и стрелял, пока не кончились патроны. К чему это я все говорю? Это я к тому говорю, что нельзя исключать то ему факты, что в России убивают военкомов, но сама мысль, что кто-то может в центральной России, например, или в других регионах узнать о том, что оказывается так можно, пугает власть так сильно, что они выдают эти смерти за самоубийство. Вот об этом уже стоит подумать в России, думаю я. Ну, здесь, наверное, риторический вопрос я могу задать. Здесь важно во всем этом историческом моменте понимать, кто может победить в российском обществе. Те, кто поднимают руку на военкомов, не молчат, или те, например, директора школ, которые доносят на десятилетних девочек за украинскую символику или украинский цветок в волосах с украинским флагом. Можно долго размышлять на эту тему, время покажет, но российское общество должно понимать, да, в какой западне оно на сегодняшний день оказалось, и что черные воронки, черные воронки, они не так давно ездили по российским улицам ночью, и сейчас они, похоже, уже заведены. Они ездят, нет, нет, погодите, они не заведены. Они ездят. Еще раз, поймите, это не какая-то историческая ситуация. Это происходит сейчас физически. Просто чуть-чуть изменилась Россия, и даже люди, которые относятся к Украине плохо, могут с людьми, которые отправили их на войну с Украиной, по своим соображениям начать разбираться. И это, видимо, и начнет происходить. Это не связано с тем, что кто-то с ним... Есть группа людей, их меньшинство сейчас совершенно очевидно, которые против войны, есть много людей, которые за войну или которым безразлично, и у них накопились друг к другу вопросы, которые, видимо, заставят их начать их выяснять на наших глазах. И это будет довольно кровавая история. А то, что репрессии, похожие на сталинские, только по-другому, потому что Россия не Советский Союз, не надо ее сравнивать, уже происходят прямо сейчас, и воронки ездят, они летают, они ездят просто, троллейбусами отвозят. Ну, просто мы видим это по количеству уголовных дел из фактов преследования. И если даже не всех людей сажают, то очень многие штрафуют. И для многих, во-первых, эти штрафы, это, ну, например, месячная зарплата, ну, и потом, вы понимаете, получить штрафы через неделю, ну, следующая автоматически тюрьма. Для кого-то это значит все, остановился и замолчал, или уехал, а кто-то, не знаю, потом идет и самоубиваются военкомы. Тимур, немного изменив тему, вот мы уже в начале нашего эфира говорили с Игорем Поповым, да, Путина не видно, имеется в виду, в том смысле, что после того, как ВСУ зашли в Херсон, да, мы не видели... Ну, да, но он был как бы на заседании Оргкомитета Победы, где присвоил звание города воинской славы городу Мариуполю. Мы по этому поводу писали текст с заголовком, что город воинской славы, статус присвоили городу, присвоил человек, который его разрушил. И продолжает разрушать. Ну, да, конечно, да. Вот, но больше, да, по сути-то, никаких заявлений не было, где Путин непонятно, и тут есть вопрос. Либо он надеется, что сейчас что-то произойдет, какой-то переломный момент. Ну, типа, знаете, я два месяца отсижусь, а там мы что-то изменим, Путин выйдет и скажет, это и был мой план великие днями. Либо хороший вопрос, когда он появится и что-то скажет. Могу себе пока представить это. Я думаю, что для них сейчас наступление на Донбассе это вопрос выживания Путина. Мне кажется, можно предположить, если не придумано ничего еще, там, я не знаю, какие-то свежие суперроботы, не отправятся срочно в Запорожскую область, отбирать город Запорожье или что-то еще. И если Путин еще жив, ну, видимо, жив, нет никаких сомнений в том, что он жив, почему бы нет, то, видимо, есть ощущение, что им нужно как-то закончить войну. Что-то показать, что сказать, а это и была цель, вот это была цель. Ну и, наверное, Донбасс, это сейчас последнее, самое главное, что можно показать. И потом, судя по тем сигналам, которые, ну, там, даже Зеленский говорит, что ему прямым текстом говорят «садись за стол переговоров». Видимо, там, точка реперная, вот эта вот точка невозврата. И, видимо, Путин просит Запад, чтобы ему дали возможность выйти из войны, не потеряв лицо, то есть не потеряв власть. Договориться с ним, говориться с Украиной, что Донбасс и Крым мы оставляем, а остальное каким-то образом каждый будет называть, ну, там, Россия будет говорить, что мы потеряли эти территории, но они все равно наши, траля-ля, мы вернемся. И Путин таким образом сохраняет власть. Что, видимо, не случится. Тут другой вопрос. Вопрос связан с тем, что пока сейчас ничего экстраординарного не происходит. Вот в чем дело. Путин и раньше неприятные для себя моменты, когда ему нечего было сказать, или когда сказанное могло ударить по его планам продолжать властвовать бесконечно, то есть по его репутации, которую он устраивает у императора, исчезал, и нынешнее исчезновение не затянулось больше, чем было раньше. Я бы сказал так, что волноваться о том, вернется ли он, было бы можно месяца через два, но так долго не получится, все равно придется появиться и как-то показать себя. А вот верят ли элиты вокруг Путина, в самого Путина, это вопрос совсем другого свойства. Ни от каких данных нет, что не верят или что верят. Я могу только предполагать. Но потому что происходит, очевидно, наверное, что сомнения у них точно появляются. Самая главная проблема, и, кажется мне, главное сомнение элит заключается в том, может ли Путин защитить их от того, чтобы они не начали между собой выяснять отношения. То есть от войны, сейчас никакой войны нет. Все эти рассказы про войну, про Татьяна Пригожин против Министерства обороны, это все ерунда, это морочить голову людям, пытаются они же сами таким способом, чтобы каким-то образом отвлечь внимание от войны. Они там монолитны, как никогда. Спасибо, Тимур. Ну, пусть ждет Путин вооруженные силы Украины, и президент Зеленский уже четко дают понять, что ничего, этот бункерный ждун не дождется в этот раз. Ну, а значит, как минимум у него может не случиться 24-го года, а как максимум может случиться все начать. Дай Бог, чтобы у него 23-й случился. Спасибо, Тимур, за этот разговор. Тимур Олевский, шеф-редактор Ньюс Рума Инсайдер отвечал на наши вопросы.